ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпитали, временные и постоянные, Минобороны России по поручению президента проводят в Дагестане большую работу. Наравне с героями красной зоны волонтеры-медики помогают старшим коллегам, невзирая на риск. В помощь Братского Дагестана благотворительная миссия фонда Инсан отправилась в Карачаево-Теркесию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Глава республики в интервью федеральному каналу сообщил, что эпидемический процесс уже пошел на спад. По его мнению, все это случилось благодаря тому, что в трудный момент Дагестан поддержала вся страна. Васильев также отметил, что в республике на сегодняшний день работают 532 предприятия, на которых трудится свыше 60 тысяч человек. За время работы предприятий очагов заражения коронавирусом на них зафиксировано не было. Глава региона выразил надежду, что благодаря принятым мерам ограничительный режим будет смягчаться. В Дагестан прибыла очередная партия дезинфицирующих средств от Сулеймана Керимова. Борт с медицинским грузом прибыл из Арабских Эмиратов по инициативе сенатора. Партия помощи состоит из 9 дезинфицирующих рамок, 5 тонн дезинфицирующей жидкости и 62 коробок иммуностимулирующего сиропа. Груз будет направлен к благотворительному фонду социально-экономического развития «Я люблю Дербент» для распределения между медучреждениями. Сегодня пришла очередная помощь из Дубая Сулеймана Керимова. Очень дорогостоящая оборудованная дезинфекционная. Она в основном применяется, где массовое скопление людей, чтобы когда они проходили, получали дезобработку. И мы установим одну часть в аэропорту, а другие, где побольше скапливается масса людей. В Дагестане, где к борьбе с коварной инфекцией по поручению президента подключилась и армия, военные строители возводят современные медицинские центры в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. Накануне с ходом строительства трех многофункциональных медцентров ознакомились глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. На данный момент на всех площадках круглосуточно в две смены работают полторы тысячи рабочих. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Каспийске и увидела своими глазами, как строится госпиталь. Картина событий в сюжете моих коллег. В ближайшее время на территории центральной городской больницы Каспийска появится многофункциональный медицинский центр, рассчитанный на 60 пациентов. Площадь стройки более двух гектаров земли. Строительство госпиталя идет не по дням, а по часам. Задача максимально ускорить процесс, чтобы принять первых пациентов. В работе сейчас задействовано более 300 человек. Уже 30 июня здесь будет запущена инфекционная больница. На месте работают геодезисты, инженеры и другие специалисты. Построить больницу в нескольких городах Дагестана, в том числе в Каспийске, было поручено накануне главой государства Владимиром Путином. Модульный госпиталь будет оснащен всем современным оборудованием. Палата сейсиная, везде внутренний коридор, это все чистые зоны. То есть пациенты попадают через приемное отделение, через тамбуры, попадают непосредственно в палаты, и потом у них индивидуальный выход из каждой палаты. Это 5200 с лишним метров высоких технологий и продуманных решений, исключающих соединение грязной зоны. Современный инфекционный блок можно будет при необходимости перепрофилировать под другое отделение. Наряду с этим в Каспийске сейчас прорабатывается строительство детской многопрофильной больницы, аналогов которой нет на Северном Кавказе. Ее размещение запланировано на выезде из Каспийска в сторону аэропорта. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Бригада приезжих московских врачей две недели работала в медицинских учреждениях городов и районах республики. Специалисты Минздрава России ознакомились с тем, как организована медпомощь в ряде лечебных заведений. В больнице скорой помощи федеральные врачи проверили, как налажена работа в красной и зеленой зонах, а также проконсультировали пациентов, находящихся в реанимации. Подробнее по теме от Ханапова. Медики работают в республике уже почти две недели. В рамках рабочей командировки они посетили 18 медицинских учреждений. Лично осмотрели пациентов, в состоянии которых оценивается как тяжелое. Накануне они проверили работу и второй городской. В наши функции входило консультирование тяжелых больных, неясных больных. Мы со своей стороны внесли ряд корректировок в дозировки, в сочетание лекарственных препаратов. В основном это касалось от театропного лечения, симптоматической терапии, антибиотикотерапии, антикоагулянтов. Но в целом надо сказать, что грамотно подбираются схемы, терапия проводится на современном уровне. За последние 10 дней федеральные специалисты проконсультировали уже порядка 230 жителей республики. Около 70 из них это пациенты, которые находятся на реанимационных койках. Как сообщает Минздрав Дагестана, помощник федерального министра и 6 специалистов профильных институтов трудятся практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть оказать консультативную помощь как можно большему числу коллег и пациентов. Сахар начали капельцы, где-то сахар поднялся до 18-ти, никого у меня сахара не было. Они его инсулин делали, взбивали инсулином, и таблетки я купила, а я так смотрю, утром, вечером пью. За этим следили, за сахаром, вот смотрите, давление и капельницу делали. Отметим, схема лечения больных подбирается и корректируется в соответствии с рекомендациями специалистов федеральных медцентров. Медики выезжают в районы и города республики, а иногда консультируют и дистанционно посредством телемедицины. Самые яркие впечатления – это забвение, с которым ваши сотрудники работают с больными. И врачи, и медсестры сутками, неделями, месяцами, не выходя из этих ковидных отделений. Это производит самое большое впечатление, уважение, восхищение, и мы можем поучиться этому у них. Отметим, что федеральные специалисты возьмут на себя и подготовку кадров для строящихся новых медцентров. По данным Минздрава, к этой работе будут подключать специалистов, относящихся к структуре Дагестанского медицинского университета. Поддержку бизнесу обещают оказать власти Дагестана. Так, глава республики подписал ряд законов, предусматривающих снижение налоговой нагрузки на бизнес. В частности, предусмотрено снижение ставки с 6 до 3% в отношении единого сельскохозяйственного налога и с 1,5 до 1% в части налогов на имущество организации и инвестиционного налогового вычета. Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей, либо усыновителей многодетной семьи. Полный список налоговых послаблений можно посмотреть на сайте Минэкономразвития Дагестана. В госпитале для беременных с COVID-19 в Каспийске уже родилось 66 детей. Напомним, что лечебное учреждение стало функционировать с 5 апреля. Сюда с самого начала пандемии привозили беременных женщин с подозрением на коронавирус. Сейчас в отделении новорожденных находится 18 малышей. Всех их выхаживают валифицированные врачи. Подробнее в материале наших корреспондентов. Здесь выхаживают даже самых маленьких. А вес некоторых новорожденных не превышает 500 граммов. Медики буквально вдыхают в них жизнь. В этом им помогает, конечно же, современное оборудование. Большинство малышей рождаются здоровыми, но есть случаи, когда ребенку требуется особый уход. В сегодняшний день на втором этаже в отделении новорожденных находятся 18 детей. Из них детей 8 тяжелых. Тяжелое состояние детей обусловлено экстремально низкой массой тела, асфиксией, тяжелой степени при рождении, также дыхательными нарушениями. За два месяца в ковид-госпитале приняли около 70 пациенток. Были дети и с подтвержденным диагнозом коронавирус, уточняет прислужба ведомства. Однако в первое время врачи пытаются не допустить контакта матери с новорожденным. Как только родился ребенок, то его сразу же забирают и выносят в чистое помещение. После этого наблюдение за ним ведут медики. Я Ахмедова Зайна. Поступила в очень тяжелом состоянии, можно сказать, в эту больницу. Меня очень сразу же приняли, хорошо приняли, помогли. Сделали операцию. Я поступила в эту больницу. Меня экстренно оперировали. Потом получилось так, что ребенок попал в реанимацию. За ним очень хорошо смотрит, наблюдает. Он уже пошел на поправку. Напомним, что в начале апреля одно из подразделений Каспийской центральной больницы было перепрофилировано для беременных с COVID-19. Всего в отделении 36 коек. Сюда заболевших беременных привозят со всего Дагестана. Патимат Ханабова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каспийск. Ход в пользу медиков. Прошедший в мае первый благотворительный онлайн-турнир по шахматам собрал более 25 миллионов рублей, которые были распределены в равных долях среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. В Дагестане часть денег, а это более миллиона рублей, передали Республиканской клинической больнице скорой помощи. Тему продолжит Зумруд Гамидов. Еще до старта турнира участники определили, как и какому именно медучреждению каждый из них поможет. Причем весь призовой фонд разделили между регионами страны одинаково, вне зависимости от занятых шахматистами мест. И вот уже в больницу в большом количестве доставлены жизненно необходимые защитные костюмы, респираторы и перчатки. Стоит все это более одного миллиона рублей. Кроме того, на счет учреждения были переведены денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Все шахматные федерации России, огромное вам спасибо. Для нас, вы знаете, это помощь и для нас, и для пациентов, это помощь для всех. Еще раз огромное спасибо, большую вам признательность от себя лично и от всего коллектива. Всех вам благ. Почти весь мировой спорт замер, а шахматисты продолжают передвигать фигуры на шахматных досках, участвуя в самых разных турнирах, да еще и помогая при этом врачам. В период пандемии шахматная жизнь даже оживилась, хотя шахматисты раньше других перешли на онлайн-турниры. Болельщики уже привыкли к такому формату и наблюдают за поединками в соцсетях, а теперь благодаря турнирам удалось оказать столь необходимую и значимую помощь. Наш регион был выбран моим другом, коллегой, ингушским гроссмейстером Эрнестой Наркеевым, то есть одним из тех регионов, в котором будет оказана помощь. А больница, по согласованию с нашей федерацией, лично со мной была выбрана именно эта больница, поскольку я знаю, сколько коек здесь развернуто для лечения коронавирусных больных. И также хочу добавить к этому, что я очень рад, что шахматной общественности России и Республики Дагестан удалось внести свой вклад в общую борьбу, которая проводится в Республике Дагестан и в городе Махачкале городским штабом по нераспространению коронавирусной инфекции. В Дагестане уже второй месяц действует режим повышенной готовности. Для противодействия распространению COVID-19 на территории столицы был создан городской оперативный штаб, активисты которого задействованы в различных сферах деятельности. Мы раздаем средства индивидуальной защиты медицинским учреждениям, расположенным на территории нашего города. И более 10 тысяч специальных медицинских комбинезонов мы уже раздали, масок раздали мы порядка 50 тысяч на территории города. И эта работа планово будет и дальше у нас проводиться. И, конечно же, мы видим, что общая ситуация идет на улучшение, есть спад. Это очень нас радует. И поэтому хочется пожелать нашим горожанам, чтобы они следили за здоровьем и берегли себя. Шахматисты объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения. И этот турнир тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса взяли на себя ответственность и привлекли своей благородной инициативой и внимания всей страны, заслуживают безусловного уважения. На помощь в Дагестан вот уже вторая неделя, как в Ботлихе и Буйнахске силами Минобороны развернуты полевые госпитали. Там местным жителям оказывают помощь врачи западного военного округа страны. Все специалисты приехали из других регионов и на сегодня уже по официальным данным удалось вылечить от коронавируса 30 пациентов. Наша съемочная бригада посетила один из объектов. Хадир Курбанов расскажет о врачах, которые приехали, чтобы помочь нам победить недуг. От Ботлиха до Махачкалы более четырех часов езды. Преодолеть эту изнуряющую длительную дорогу не под силу тяжелобольным пациентам. Поэтому полевые госпитали здесь были жизненно необходимы. До открытия госпиталя больница районного центра была переполнена заболевшими в пик пандемии. На подмогу в Дагестан приехали военные врачи. Около ста медиков западного военного округа из Московской области приехали сюда, невзирая на риск и опасность заражения. Для многих эта командировка была неожиданной. Узнал я об этом буквально за сутки. В субботу я сменился с дежурства. В 7 утра мне позвонил командир госпиталя и сказал, что собирайся, ты едешь в командировку в Дагестан. Пациенты очень хорошо реагируют, настроены хорошо, доброжелательно. Любой вопрос отвечают. Какие-то манипуляции есть, тоже не сопротивляются. Большую часть времени, в котором мы служим, уже больше по командировкам, чем находимся в своем месте дислокации. Поэтому мы всегда рады ехать в командировки, особенно в такую местность, где нас очень приятно приняли. Очень красивые все горы. Елена и Юлия Карташовы, две сестры, они также прибыли в Ботлих из Московской области. Здесь работают медсестрами. Военному делу девушки посвятили несколько лет жизни. Возможность спасать людей, по их словам, это то, к чему они стремились с детства. Ко всем командировкам мы вообще относимся положительно, потому что мечта с детства у нас – спасать людей. Мы к этому стремимся. Люди здесь очень гостеприимные, нам здесь очень нравится, очень хорошо нас приняли. Пейзажи просто… Природа очень красивая. Раньше такого не видели. Как бы такого никогда не видели, таких красивых гор. Госпиталь рассчитан на 100 коек. На расстоянии более тысячи метров над уровнем моря палаточный лагерь был разбит Министерством обороны страны. Сюда поступают больные с симптомами коронавируса из Ботлихского и шести соседних районов Дагестана. У нас прием идет круглосуточно. Дежурство организовано по шесть часов. Каждые шесть часов врачебно-сельской бригаде меняется. Пациенты поступают круглосуточно, в любое время суток. Оказываем помощь всеми горным районам республики. Сейчас есть тяжелобольные, которые на опаду? Тяжелобольных у нас нет. Основной средней тяжести больные. Больных привозят на скорой помощи, либо они приходят самостоятельно. Все обратившиеся с жалобами проходят медобследование, сдают анализ на наличие COVID-19 и получают необходимое лечение. С появлением госпиталя нагрузка на центральную больницу Ботлиха значительно уменьшилась, и теперь медучреждения возвращаются в русло своей нормальной работы. Много улучшилось. Раньше в мае, в начале мая даже, было по 20 больных бывало в день. А сейчас один-два больных в день привозим. То есть гораздо меньше? Да. Сколько еще здесь пробудут приезжие врачи, пока неизвестно. Каждый из них уже успел соскучиться по родным, но многим эта командировка по душе. Красивый дагестанский пейзаж, солнечные дни и добрые люди не оставили медиков в погонах равнодушными. Хадижа Курбанова, Муса Салгириев, телеканал НТ, Ботлихский район. Федеральные врачи осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом в Дагестане. Прибывшие специалисты консультировали больных, которые находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. За 15 дней они успели побывать во многих районах и городах республики, и теперь, оказав всю необходимую помощь, возвращаются к себе домой. О том, как эксперты провели последний день в Дагестане, в сюжете моих коллег. Пик заболеваемости в Дагестане пройден. Такую оценку дают московские специалисты. Поэтому эксперты покидают республику с чувством исполненного долга. По их словам, сейчас уже нет необходимости в их помощи. Мы можем четко сказать, что свою задачу мы выполнили. Мы рады были работать с коллегами из Дагестана. Мы рады, что оказались здесь в самый сложный момент. И мы рады, как вся республика, наблюдать, что усилиями, прежде всего, дадистанских специалистов при поддержке федерального центра ситуация нормализуется. Это, наверное, самое главное. Это, наверное, главный результат нашей работы. И мы еще раз хотим низко поклониться, прежде всего, коллегам из Дагестана, которые на своих плечах вот эту всю крайне неблагоприятную ситуацию вынесли. На сегодняшний день новый вирус встречается не только среди взрослых, но и у детей. По республике уже 145 подтвержденных случаев болезни. У этой категории протекает немного иначе. Поэтому приезжие медики решили провести свой последний день в стационаре для лечения коронавирусной инфекции у детей. Огромный вклад они внесли в том плане, что помогли нам с коррекцией лечения, помогли нам в плане ведения. Хотя они на сегодняшний день, как мне известно, они остались довольны и нашим лечением, и нашим подходом. Ведь не секрет, что на сегодняшний день, начиная с марта месяца, наши врачи, как заступили в центр коронавирусной инфекции, так и с конца марта и до сегодняшний день, ведь ни один из них не покидал территорию нашей больницы. Отметим, что специалисты провели в Дагестане 18 дней. За это время они успели осмотреть более 400 больных. В основном это были пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Поэтому стратегию их лечения корректировали опытные специалисты из столицы. Ватимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. Водители махачкалинских автобусов «Метанов» могут остаться без работы. Все дело в том, что столичное пассажирское автотранспортное предприятие номер 2 собирается ликвидировать, так как оно находится на стадии ванкротства. Увольнение грозит 130 работникам. Потеряв надежду, оставшиеся без заработка сотрудники автоколонной обратились к президенту России и генпрокурору страны. В ситуации разбиралась моя коллега Замут Гамидова. Под угрозой исчезновения оказались автобусные маршруты, давно полюбившиеся махачкалинцам и каспичанам. Автобусы, которые на них работали, заправлялись сравнительно дешевым топливом, газом, метаном. Потому в народе их так и прозвали – метанами. Стоит отметить, что при стоимости проезда в 10 рублей, а чуть позже цена поездки дошла до 15, данный вид транспорта стал очень востребован. Популярен также и междугородний маршрут Махачкала-Каспийск. Да, между городами агломерации курсируют еще и маршрутки, но в них проезд стоит существенно больше – 35 рублей. И вот теперь для жителей города-спутника Махачкалы доехать до работы или учебы в столице за такую низкую цену может оказаться невозможным. Нас 131 человек уволили одно. Вот столько людей мы должны были перевезти. Ежедневно это по 500, по 600 человек каждый один автобус перевозил. Вот теперь умножьте это на 30. 15 тысяч человек и какие деньги эти люди сэкономливали. Мы по 15 рублей возили, а маршрутники по 23 рубля возят. Эта история, по словам сотрудников предприятия, началась еще несколько лет назад. Водители уверяют, что бывший руководитель преднамеренно доводил предприятие до банкротства различными способами, расхищая средства. Сейчас на него заведено уголовное дело, его обвиняют в хищении бюджетных денег. Умышленно, специально. Умышленно. Не знаю, за этим что стоит и что они хотят этим. У кого есть туда вот личка с тобой, кто может показать? Именно сейчас, когда вот эта пандемия и вот это все пошло и людей загнали в самоизоляцию, просто все ждали, что начнем работать. Все выйдет и одним днем все, всех предупредили, что предприятие сокращает всех, весь личный состав в количестве 131 человек и все, просто всех забор. Водители считают, что именно коррупционная составляющая стала причиной всех бед. Если карман деньги не присвоит, это организации можно легко поднять. Эти деньги и налоги, и на зарплату, и на завчас вполне будут хватать. Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей. Но органы государственной власти ему не помогают. Водители надеются, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места удастся сохранить. Вот только если власти обратят на народные маршруты свое внимание. Банкротство дало налоговую инспекцию. От того, что у нас были неоплаченные налоги. Если государство пойдет нам на встречу, выплатит эти налоги или часть из них, мы можем спокойно дальше работать. Сотрудники предприятия просят власти сосредоточить внимание именно на социальной ориентированности маршрутов и проблеме безработицы. Ведь так называемые народные автобусы, просторные и вместительные, привозили и мамочек с колясками, и инвалидов. Кроме того, водители надеются, что и горожане встанут на защиту самого дешевого, а главное удобного общественного транспорта. Большинство, вот страдает кто? Простой народ. Мы нуждаемся сейчас в дальний момент в вашей поддержке. Если мы не будем поддерживать друг друга, сплоченно, если мы не будем вести себя, мы потеряем этот транспорт. В свою очередь, региональное министерство транспорта обещает, что проблем с перевозкой пассажиров не возникнет. Сейчас обсуждается вопрос оказания помощи предприятию. Вот только куда отправиться безработным водителям метанов и какой будет судьба популярных маршрутов, по всей видимости, еще не придумали. Замрут Гамидова, Мусас Талгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. 354 человека на изоляции с начала введения в республики режима повышенной готовности в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции. Руководством Дагестана было принято решение об организации пунктов обсервации для приезжих. О том, как скрасили им изоляционные будни, в следующем сюжете. Приезжие размещены на базах отдыха «Одиссей» и «Дельфин». Гражданам предоставлены комфортные условия для проведения 14 дней в изоляции. В гостиничных номерах с видом на море есть все необходимое – санузел, телевизор, холодильник и даже Wi-Fi. Все обеспечены трехразовым питанием. К нам поступило в первый раз на обсервацию граждане. Граждане были с Азербайджана, но они с российским гражданством. 380 человек. 26 числа уехало 354 человека. 26 человек осталось на дополнительное. Трехразовое питание, проживание – все это бесплатное. На базе отдыха «Одиссей» соблюдая требования Роспотребнадзора, на обсервации находится 100 человек, из которых 9 детей. Ежедневных посещают врачи, проводят термометрию, контролируют появление симптомов, присущих к COVID-19. По оценкам медперсонала, все они чувствуют себя хорошо. На сегодняшний день здесь у нас находятся подопечных 45 граждан Азербайджана, прошедших границу с Россией. И среди них здесь у нас, в нашем корпусе, находится один ребенок лет четырех. Как у тебя чувствуется? Состояние у всех наших подопечных удовлетворительное. Жалоб нету, температурующих нету. Все пока хорошо. Помимо граждан, приехавших из Азербайджана, на обсервации также находятся три человека, прибывшие на родину из Соединенных Штатов Америки. Все они также обеспечены бесплатным питанием и проживают в комфортных гостиничных номерах. Я прилетела сюда 31 мая из Соединенных Штатов. Нас сразу заселили здесь комфортабельные номера. Хорошо кормят, хорошо с нами находятся. Очень благодарны за забор. Дагестану пришлось пройти через сложный этап своей истории. Но и здесь, как и во все времена, нашлись настоящие герои. Герои нашего времени. Врачи эпохи пандемии. К счастью, они не были одиноки. Ведь нельзя забывать и тех, кто помогал и помогает главным действующим лицам, находясь вместе с ними в красной зоне. В следующем сюжете речь пойдет о волонтерах-медиках, о молодых людях, которые самоотверженно двинулись на передовую линию опасной борьбы, когда это было так необходимо. Много людей уходят. Впервые смерти мы здесь увидели. И были моменты, что пациенты просили, типа, можно ли мы домой пойдем, там хотим умереть. Ну, таких случаев много. Запомнилось это всего? Это и не забудете, я думаю. Как можно привыкнуть к смерти, не знаю. В этой больнице Али Кураеву пришлось привыкать к самому страшному. Он пришел сюда добровольцем вместе с братом месяц назад. Теперь каждый из них уже трудоустроен в медучреждении, но перед этим они прошли через многое. Впервые столкнулись со смертью, как с повседневной реальностью, впервые помогли кому-то избежать самого страшного. Али признается, сложно справляться с душевными переживаниями, когда идет непростая борьба за каждого пациента. Волонтеры-медики в основном исполняют назначение врачей, делают уколы, ставят капельницы, кроме этого разносят по палатам посылки родственников. Кто-то работает в реанимации, кто-то в терапии, но помощь в этот период необходима везде, на любом участке, признаются ребята. Мы сталкивались с тем, что один день все нормально вроде с пациентом, на следующий день он уже в реанимации. И посылку, допустим, мы принесли посылку одной пациентке, а мы в итоге просто не донесли, потому что она уже скончалась в этот момент. Как пациент поступает, ему сразу же становится плохо, нужно его интубировать. Ну, это врачи занимаются, мы помогаем им, лекарства все подаем. Ну, если занимаемся как бы одним пациентом, потом сразу начинает становиться плохо другому пациенту, и переключаемся как бы на него. Студенты медуниверситета работают и в зеленой зоне. Здесь ребята трудятся в основном с документами. Помогают оформлять прием и выписку пациентов. Магомед Сагид Рамазанов стремился попасть в красную зону. Но в силу того, что дома мать, в которой требуется уход, решил поработать с зеленой. Главное – не оставаться в стороне, считает молодой человек. В новостях слышал, что у нас такое тяжкое положение в Дагестане, и в новостях тоже видел, что мы в лидирующих позициях по заразившимся. Я решил хоть как-либо помочь своей республике и пришел сюда, в зеленую зону. У меня также в красной зоне работает родная сестра. Решил вместе хотя бы. Многие из тех, кто сейчас активно помогает больнице, входили в группу добровольцев при первой городской и ранее. Год назад на базе медучреждения был создан волонтерский корпус «Феникс». Студенты медицинских вузов практиковались в больнице еще до пандемии. Благодаря тому, что мы год назад создали волонтерский корпус «Феникс», у нас уже в активах было 300 человек. Когда нам нужна была помощь волонтеров, мы к ним обратились, и уже с апреля они начали приходить к нам помогать. Вначале они работали в зеленой зоне и начали оказывать там поддержку. Когда уже была необходимость усиления бригад в красной зоне, они попросили, чтобы их включили туда, потому что они уже готовы там работать. Они были включены в бригады, со временем за хорошо проявленную работу были трудоустроены на работу. Свыше 50 волонтеров к нам присоединились, все они трудоустроены, и продолжают по сей день работать, оказывать поддержку. Многие, в том числе и волонтеры, отмечают, что сегодня ситуация стабилизировалась. Уже нет нехватки персонала, больных стало гораздо меньше и летальных случаев тоже. Но врачи и их помощники-добровольцы продолжают находиться там, за стенами Первой городской, ставшей надеждой на спасение для сотен дагестанцев. Многие из них уже больше месяца не видели близких, а кто-то пришел сюда как раз, чтобы помочь своим родным и поддержать их. Студенты понимают, что эта практика самая ценная для них, хоть и одна из самых печальных. И в продолжение темы, плечом к плечу с врачами инфекционного отделения находились все это время и волонтеры в Третьей городской больнице, помогая медикам в борьбе с коронавирусом. Рискуя своим здоровьем, студенты медицинских вузов и СУЗов оказывали всевозможную помощь землякам. Тему продолжит Курбан Рагимов. Это сейчас они могут снять свою защитную экипировку, перевести дух и пообщаться. Позади восьмичасовая смена без перерывов на еду и питье. В таком режиме волонтеры в одном ряду со своими старшими коллегами провели больше трех недель. Вначале, конечно, было очень тяжело. Как-то, ну, отеки там на лицах и так далее и тому подобное. А потом со временем просто к этому привыкаешь. Ну, единственный дискомфорт, который сейчас уже испытываю, это, ну, запотевшие очки, наверное. И все, как вы. Я с первого дня прям хотел, без разницы, как волонтер или как медработник. Это не имело никакого значения. Мне главное было помочь людям. Ну, я чувствовал некий долг, что я должен быть здесь, а не дома. 12 мая третьей городской больнице разрешили принимать пациентов с коронавирусной пневмонией. Собственных сил было недостаточно, но в тот же день желание вступить в борьбу с опасным противником изовели 16 добровольцев. Это студенты медколледжа имени Башларова и Даггосмедакадемии. Волонтеры прошли инструктаж и активно включились в процесс. Их помощь значительно облегчила работу врачей. Молодежь, конечно, им свойственно рваться в бой. Их скорее надо было удерживать, чем останавливать. Поэтому, скорее всего, нам приходилось даже сдерживать их пыл, потому что они все время хотели выйти на передовую и помогать нам. Мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы все у них правильно получилось. Те, кто приняли вот это решение, они очень серьезные ребята оказались. Айше Сулеймановой только 18 лет. Она без раздумий пополнила ряды волонтеров. Здесь первокурсница не только получила бесценный опыт, но и смогла проявить лучшие качества, доказывая верность идеалам своей будущей профессии. Семья спокойно к этому отнеслась. Наоборот, поддержали мою идею. Сказали, что это большой вклад в мой личностный рост, и также для пациентов, и вообще для всей ситуации в целом, может быть, я могу с чем-то помочь. Страха не было. Была надежда. И эту надежду нужно внушать всем. Не только пациентам, но и людям, которые боятся, переживают. Наш страх, он увеличивает вероятность нашей, ну, как бы, самовнушения. Это, опять-таки, на психологическом уровне все на нас влияет. Поддержка людей доброй воли пришлась врачам кстати. Волонтеры быстро нашли общий язык с пациентами. Время, проведенное в больнице, запомнится им навсегда. В первую очередь мы должны были на психологическом уровне поддерживать их и не должны были их как-то отделять, выделять. Спокойно со всеми пациентами у нас водилась беседа. То есть, шуточные разговоры, появились такие, скажем так, любимчики среди пациентов. Когда пациентов выписывают, мы как бы узнаем, мы смотрим по их медицинской карте, о том, что они идут на выписку. Мы обязательно их навещаем, заходим к ним. Бывает такое чувство радости, ну, теплое чувство, конечно же, бывает в душе. Просто бывает благодарность Всевышнему за то, что он уберег еще одну жизнь. За неполный месяц в третьей городской больнице вылечились более ста человек. К выписке готовится еще 70 пациентов. Уже к 20 июня здесь планируют завершить работу с коронавирусной пневмонией, так как эпидемия пошла на спад. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Карачаево-Черкесская республика тоже в эти дни переживают непростой период. Вслед за Дагестаном там зафиксирован пик заболеваемости COVID-19. По просьбе жителей Братского региона благотворительный фонд «Инсан» направил к ним гуманитарную помощь. Груз с медицинскими препаратами и продуктовыми наборами сопровождал наш корреспондент Хамзан Магомедов. Семь часов дороги от Махачкалы до Черкесска. Гуманитарная помощь прибыла до местного назначения. Здесь три кислородных концентратора, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Также более 25 тонн продуктовой помощи для нуждающихся семей. Сегодня, благо, ситуация в республике у нас в Дагестане нормализовывается. И когда к нам поступило обращение от Корчево-Чешкейской республики, от народа, чтобы мы оказали помощь, гуманитарную помощь, мы отреагировали. И мы понимаем, что гуманитарная помощь, которая собрана нами всего лишь за один день, она не решит все проблемы, ситуации братского народа Корчево-Черкесии. Но мы будем счастливы, если эта помощь послужит спасению хотя бы одной жизни. Партию с медицинской помощью выгрузили на складе местного министерства здравоохранения, а продуктовые наборы – их мечети селения Чапаевская. Нам очень приятно. Мы даже не ожидали и не рассчитывали на это. Но, алхамдул-иллах, как и везде, сегодня и в нашей республике обстановка очень тяжелая и тревожная. Много людей болеют. Это будет, иншаллах, подстать. Будем раздавать поселам, иншаллах, кому надо, кто нуждается, иншаллах. Это братский жест от братского Дагестана. Алхамдул-иллах, мы все рады, благодарим за оказанную такую честь, помощь. Население Качево относительно небольшой. Здесь живет около 500 тысяч человек. Меньше, чем в одной Махачкале. Но даже при этом, по словам местных жителей, катастрофически не хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, особенно в сельских поселениях. Мы на данный момент находимся на пике заболевания. Хоть об этом и молчат, но болезней очень много. Именно в нашей республике болеют ноги. Республика небольшая, по-любому. Передают, вот у него родственник заболел, тот умер вообще. Многие сейчас без работы, многие сейчас дома сидят. У многих, хоть они и не говорят все, у многих сложная ситуация. Именно с этим. Но об этом ходить никто же просить не будет, конечно. По мере возможности благотворительный фонд «Инстант» продолжит отзываться на подобные призывы о помощи. Испытав на себе все трудности и лишения, связанные с пандемией, дагестанцы прекрасно понимают, как важна в этот период своевременная поддержка больниц и малоимущих граждан. Муфтият Дагестана привлек психологов, которые бесплатно в онлайн-режиме будут работать с населением. Это связано с тем, что людей повсеместно охватывает депрессия по причине распространения пандемии коронавируса и вызванных ее последствий. Многим сейчас нужна поддержка. Кто-то боится заболеть, а кто-то уже заболел и неосознанно ожидает самого худшего. По мнению специалистов, все это может ослабить иммунитет и подорвать здоровье. Духовенство решило помочь людям справиться с разрушительными эмоциями. Теперь каждый, кто нуждается в психологической помощи, может позвонить специалистам по номеру, который вы видите на экране. Рабочие дни – понедельник, среда и пятница. Звонки принимают с 9 утра до 5 вечера. А это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok